По словам жильцов, эта лужа на Монтажников 8 в этом году отмечает юбилей в 40 лет. Пешеходы здесь, естественно, не ходят. То, что касается водителей, то объехать безопасно ее могут только местные, которые знают, что посередине большая яма. Татьяна Анатольевна, старшая по дому на улице Монтажников 8. Рассказывает, этот участок дворовой дороги щекочет нервы автомобилистам уже не одно десятилетие. И никому нет дела. Там уже яма большая, машины падают, тонут. Ну, по колесу, прям по самый этот. Сколько ни говорили, ну хотя бы засыпьте, хотя бы что-то сделайте. Бесполезно. По словам местных жителей, огромная лужа, в которой образовалась яма, не единственная проблема. С другой стороны двора проходит путь, по которому дети идут в школу. И там тоже, мягко говоря, не чисто. А несколько дней назад на месте, где ранее были проведены ремонтные работы, будто земля ушла из-под ног, обвалилась часть тротуара. И вот все время ползаем по отмосткам, везде по краям, по снегу. Это вот яма у нас, допустим. С осени меняли трубы. Как попало, зарыли и все. И нынче вообще у нас все разлилось. Все абсолютно, нигде не пройти. Ну, вообще, знаете, вот за 40 лет никаких улучшений вообще нет. Надоело. По словам управдома Татьяны Цыганковой, местные УКНа на болевшие проблемы жильцов никак не реагируют. Поэтому люди взяли инициативу в свои руки. Единогласно собрали подписи и решили поправить положение дворовых дел участием в федеральной программе формирования современной городской среды. Однако администрация района в благоустройстве отказала. Исходя из набранного количества баллов, дворовая территория многоквартирного жилого дома по улицам Монтажников 8 не вошла в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году. Указанный дом включен в резервный адресный перечень дворовых территорий. В свою очередь, редакция нашего телеканала несколько раз пробовала дозвониться до руководителя управляющей компании МУП ДЕС номер один. Однако безуспешно жильцы не удивлены. Когда мы решили в другую компанию уйти, он тут сам приезжал, сам разговаривал, по этому телефону общался, а потом как пропал. Я его в ДЕЗе даже ни разу не видела, если честно. А это уже пересечение улиц, 65 лет победы и 280-летие Барнаула. Для того, чтобы преодолеть перекресток и прилегающий к нему сквер, люди вынуждены надевать бахилы. Вот пришла, помыла, одела, пришла, заморалась. Перед детским садом немножко салфетками обтерла, потому что даже стыдно в магазин зайти в такую обувь. Ужасно выглядит. Поэтому и ребенка на руках, я 4-летнюю дочь беру, ее переношу через эту грязь. Анастасия Преснякова живет неподалеку. Данный маршрут она проделывает вместе с детьми по несколько раз на дню. Женщина, говорит, неоднократно обращалась в администрацию района, но ей лишь посоветовали. Берите и обходите по кругу, то есть делайте огромный круг. Тут же стройка торговых зданий, торчат железо, то есть все уваляется, ну как бы все разбросано. Тем более, если ветер сильный, то очень как бы все плачевно. В администрации нам пояснили, переход для пешеходов на данном участке, так сказать, нелегальный. Летом завершится строительство полотна по улице 65 лет победы от Семенова до Павловского тракта и ситуация изменится. А это улица Кружевная. По словам местных, лужи здесь появляются стабильно каждый осенний-весенний сезон. Данный маршрут очень популярен, неподалеку находится ВУЗ. Освещения тоже нет, а пробираться по грязи в потемках – то еще удовольствие. На улице у нас живут дети, которые ходят по этой дороге. Также по этой дороге ходят студенты в аграрный университет. Аграрный университет тоже в курсе за дорогу, но действительных не предпринимается. Хотелось бы, чтобы нас услышали. Люди говорят, каждый год обращаются во всевозможные инстанции. Тишина. Редакция нашего телеканала направила официальный запрос в администрацию города, чтобы разъяснить ситуацию. Мария Костолева, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком.